сейчас мы найдемся тут подождите так во славу божию добрый вечер у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против все я слушаю вас говорите а какие то вопросы потом в частном порядке без записи можно будет сказать а вам зачем в частном порядке то мало ли еще где-то известно станет а вы будете думать вы как-то задайте так чтобы вас не касалось а как будто для кого-то но есть вопросы же общего толка есть такого частного порядка а я не хочу в частное влазить просто я не желаю этого слышать вы просто скажите вот у человека допустим так то и как чтобы никто не подумал даже на вас все понял да мне зачем частное это бывает так вот я тебе только скажу а ты никому не говори но если ты сам не могу держать счет другого спрашиваешь особенно это опасно когда в камере где-то сидит он уже сто раз там трепался с этим а теперь поп раскрыл мою исповедь а попу уже ножами грозят не надо мне никаких лишних я зачем же это буду брать говорите пожалуйста все понял много конечно во первых благодарю вас за ваш труд многое слушаю и видео вашей начитку многие вопросы как бы открываются конечно в этом процессе но кое-то чего еще не дошел поэтому начну вот наверное вопрос меня интересует по поводу николая второго императора вот я если честно никак не могу понять его канонизацию знаю некоторые моменты биографии ну я не осуждаю нисколько и молился и в храме на крови в екатеринбурге в его на его месте убиение так сказать построенном ну мне вот непонятна позиция если я как бы его не принимаю как внутренне пока как святого как мне вот с этим поработать и как вы относитесь канонизации николая второго я вообще против всякой канонизации а теперь первое послание каринфянам 4 глава 5 стих далеко у вас откройте первое послание к коринфянам 45 считайте вслух но у меня нет сейчас под рукой а ну я думал что вы ищете он об этом не как прежде времени до коли не придет господь и не осветит сокрытого во мраке и тогда будет похвала каждому никак не она фиме не передавать нельзя согласно этого стиха не канонизировать но еще до его канонизации я уже молился обращался к нему за помощью мое сердце внутри его канонизировала он долго находился в этом заключении и то что было до этого разные матильды там или где-то хотя там тоже ничего не было это хорошо доказывает митрополит шипкунов тихон но не так если вот как царь вот как царь он был самый плохой царь и всех царей относительно ну веры того что ни одного человека говорится не казнил ничего это самый лучший царь был до эту вашу позицию я слышал а как же канонизация святых отцов ну и что я им молюсь каждый день я молюсь вспоминаю канонизированных каждое утро у нас общая молитва здесь идет примерно 77 человек я все признаю канонизации кроме там его иосифа володского может быть нет только немножко не понял признаете ли не признаете в начале сказали что не нужно этого делать а под а сейчас говорите что я признаю да но раз их канонизировали я признаю их уже канонизированных как факт все как факт я православный и мое сердце подсказывает мне это я молюсь им всем ну представь 77 на память я перечисляю святых и насчитал 12 томов жития святых составил симфонию на жития святых так я признаю ли не признаю я понял просто мы как православные мы должны как бы с уважением относиться не то что с уважением с почтением и в обязательном исполнении к всем решениям наших начальствующих но это как придется они такие решения принимают что говорят хоть святых выноси из дому но мы не можем их осуждать на то они начальствующие я же не могу не надо не надо слепой слепого ведет оба упадут в яму оба не то что они начальствующие написано с начальствующей будет строгое взыскание 20 глава 22 стих день апостолов будут говорить превратно чтобы увлечь за собой лютые волки вот и все они начальствующих ари был пресвитер истории патриарх и в тихий архимандрит все это еретики начала новой ереси положили за ними тоже были люди и так и надо идти никак у нас есть слово божие мы даже сверять за нас никто не даст отчет вот они сейчас принимают такие решения вот устав который дали для общин вообще никуда не годится никакой власти не имеет ни староста никто а он из москвы руководит никогда этого не было община избрали председатель там в общине но не священник но какие-то дела делать что-то ничего нельзя делать это не это никак не годится как тогда к этому относиться и как собственно говоря вести себя и в душе как с этим бороться не бороться но как как бы то если с каким-то решениями не согласен там в части там многих моментов не хочется уже и того же отца владимира головина и все эти моменты мы знаем которые на душу не ложатся как как с ними быть как с ними жить никак не жить отвергнуть и в яму никак ну значит осуждаю значит осуждаю не осуждаю я сам себя предохраняю от беды кто меня заставит подчиняться глупому решению господь говорит если жена изменяет и при живом уже выйдет замуж называется прелюбодейкой одна причина если муж а сейчас патриархия издала 12 причин развода пугачева сколько раз пищали я должен слушать да кто же будет заменить слова христа это слова христа о том что говорит и апостол павел это подтверждает при живом выйдет замуж прелюбодействует а это даже нужды нету а как а мы во мнениях не сошлись или еще что-то 12 причин придумали то ворота в ад раскрыли я должен их слушать чего ради то у меня одна душа ну получается должен слушать потому что это мой патриарх мой как бы владыка или так далее мой патриарх вас поносит другого человека неправду говорит или там искажает какие-то факты это же по сути дело душу там не рвет ну хорошо я говорю о канонах каноны слова христа у меня не так назвали то другое это нигде не отражается кроме того что он на меня сказал а я за него молюсь чтобы ему бог простил здесь речь идет о евангелии искаженная вот о чем речь этот вопрос задаю я говорю как раз таки о моментах справедливости а вопросах чести и честности это вот одного много таких моментов не хочется их сейчас перечислять с чем как говорится мы можем не соглашаться вот с этим как жить ну и как жить не соглашайся и все дальше живи молись все такое я же должен отобрать где кости где мясо почему вот я не согласен я с вами заодно но он для меня патриарх я считаю благодатным потому что он стоит на месте это понятно и все правильно и молимся за него и в литургии везде его вспоминаем и как говорится но получается что внутренне это я как бы это заливаю эту неправду и собственно говоря она во мне как бы тоже урлит я например на это не смотрю вот говорят он такой-то такой-то там водкой там табаком торговали да меня какое дело тогда вот там начинает придумывать он кротову к никодиму был близкий в это время был семинаристом там гомики откуда ты знаешь это за ноги горит держал что я никогда этому не верю не верю и все для меня он патриарх но святейшим назвать его не хочу потому что только бог свят я молюсь за него каждый день молюсь всегда молюсь за него если он приехал по первому чину приняли бы ладно оставим этот вопрос он немножко политические а политика грязное дело не хочется туда лезть ну смотря какая политика мне нравится выражение ульянов сказала я это самая высшая антипатия у меня к этому человеку который революции делал а он сказал об этом политика это умение управлять государством Это означает умение управлять городом, умение управлять районом, умение управлять семьей, умение управлять самим собою. Вот это политика. Понятно. Следующий вопрос, если позволите, Игнатий Тимович. Решение, исторически, вот так смотрю, достаточно политизированное и как бы индивидуальное, я бы так сказал. То есть, по сути дела, как бы все от Ольги, от Владимира, и люди-то эти, по сути дела, далеко не такие уж и безгрешные. И головы резали, и детей там убивали, и война на войне, и вся жизнь война. Ну, по нашим, как бы, христианским понятиям, очень грешные люди-то. Не нам судить, конечно, но далеко не безгрешные. И вот они принимают решение за всех нас, принимать христианство. И потом мы следуем этим всем решениям, живем в этом вот уже больше тысячи лет. Мы следуем, славим Господа Иисуса Христа нашего. Поэтому, вот почему мы должны были тогда с ними согласиться, и правилен был их выбор. По сути дела, один человек решил сразу исторический поворот такой провести. Ну, если бы они приняли буддизм, лучше бы нам было? Это не знаю, я об этом не могу сказать. Мы считаем, это так и было. Тогда мы даже разобрать и Константина, который религию христиан вывел из подполья. А сколько? 475 тысяч было только казнено. Ясное дело, что люди молились, и по молитвам Господь, наконец, дал такое. Так и здесь. Да, не то было принесено христианство, не первоапостольское, со многими наслоениями. Пришли тут, пошли копать горы. Не людей, говорит, искать, а горы киевские копать, пещеры делать. Это не евангельское дело. Но, однако, все-таки это намного лучше, если бы они приняли другую веру какую-то. Вот на патриарха Кирилла нападают, и говорят, он сказал, а кто мы были язычники? Это люди второго сорта, это, считай, наполовину звери. Да как на него сейчас нападают? А он правильно сказал? Суть-то вот в чем. Вот я ему не заступник. Но вот в Гаване он был, с папой там, ну, поприветствовались, благословились, поцеловались там. И что он сделал плохого? Все, мы его не поминаем. Но мы не поминаем, понятно. Мы к РПЦЗ относимся, как были. Нам нельзя туда близко приближаться. Они нас сразу задавили. Нет, ну, лишь бы это обнимание, целование, дальше не последовало за этим каких-то нехороших действий. Вот так и ничего не последовало. Ничего дальше нет. Так, а мы знаем, Рад. Ну, а если было, где-то проявилось, ну что, я в карман полезу. Для чего бы он принимал что-то, что нельзя опубликовать? Уже давно бритые все, как католики. Вот вы тот же самый, бритый, чего бреешься-то ты? Зачем? Но, мусолишь голый подбородок. Вы посмотри на иконы. Ни одной нету, чтобы безбородок было. Ни одной. За тысячи лет. Да согласен, согласен, согласен. Я не знаю, подкаблучники какие-то. Да разве можно так бороду трогать? А там мужская красота, ее власть над женщиной. Ну вот теперь папа там тоже так бритый. И все, папа главный там надеет. Да когда было это, что папа был главный? Ну пусть со своими там попежниками разбирается. Мы без него тут проживем. Я говорю, лишь бы просто продолжения всего этого не было. А я даже сейчас грешным делом увязываю все это дело. Все эти встречи непонятные и отношения, вот, допустим, вот вы не увязываете все вот эти его настроения с этими решениями в отношении, допустим, отца Владимира Головина. Это никак не касается. Дело в том, что у католиков научились не крестить, брызгать на людей. Вот самое страшное, что крещение-то нет на Руси сейчас. Крещение-то троекратное, полное, до одной волосинки под воду должно уйти. Другого перевода нету. Да, я в курсе тоже, это я смотрел. И по этому поводу у меня тоже вопрос есть. Вот я, допустим, крестился в Новодевичьем монастыре. Сам решил покреститься. Пошел, пришел в монастырь. А мне сказали, ну, студент там был, бедный студент, нищий. Приехал из деревни, учился в институте там и, ну, как говорится, Бог привел. А мне сказали, ну, Новодевичий монастырь, куда еще свящий, как бы, свящий нету, наверное, чем он. А мне в лавке сказали, там, а у тебя деньги есть, там, 50 тысяч рублей, тогда еще там тысячи были. А я говорю, нету, я, ну, как бы, нищий студент. А она говорит, ну, мы тогда не можем тебя покрестить. Вот они как раз, симония, вот об этом патриарх Алексей Второй говорил. До такой наглости дошли попы, что деньги берут за крещение, да где это видано? Креститься нельзя. Вы не крещены, не погружены, и деньги, все три условия нарушены. Никакого крещения у вас не было, один обман. Ну, в общем, конец такой, что деньги нашел, там, как-то на скреб, пошел там на скреб, в общем, заплатил, покрестился. Но дело-то не в этом. Но если в Новодевичьем монастыре, как говорится, неправильно крестят, то где правильно, что мне теперь делать? У нас правильно крестят, в озере, каждый год, с 7 июля. Весь мир же к вам не приедет. Ну, у нас были из Италии в прошлом году, из Франции, из Англии, приезжали, с Германией, с семейством приезжали. Мне что делать? Мне что делать? Мне лично. Шестой Вселенский Собор, восемьдесят четвертое правило, которое говорит о том, что если нет достоверного свидетельства, что ты крещен, немало не сомневаюсь. Прими крещение. Шестой Вселенский Собор, восемьдесят четвертое правило. И второе, апостольское правило, пятидесятое. Кто вам крещение не преподал, по-другому, он должен быть извержен, он уже не священник, он шулер. Понятно. Мне что делать? Мне что, к вам ехать в Барнаул через 3-9 земель? Не езди, никто не зовет вас еще. Я вам говорю, что 3-9 земель, где вы 3-9? Дальше Италия. Да нет, ну, я же о том, весь мир-то к вам не приедет, нам что делать? Ну, ищите там на месте. У нас ни одному не было отказано. Они проходят уроки, здесь занимаемся с ними. Потом крестятся, батюшка стоит по грудь в воде. У нас все заснято. Что делать? Это вопроса даже нет. У них крещен, что делать? Крестите и не откладывать. Ищите там где-то. Вот у нас был больной Сергей Козлов в Воронеже, лежал парализованный-то, видели? И он решил креститься, парализованный-то. Во всей Воронежской нигде не мог найти. Наши братья поехали там, крестили его. В Челябинске не знаете, где? Не знаю, не знаю. Я знаю, что мы с нуля начинали. И пруд этот сделали, запрудили. И брат закончил семинарию. Сейчас у него было... Это мой родной брат. 3 февраля у него было ровно 40 лет, как он в священном сане. И у нас служил митрополит Алтайский и Барнаульский митрополит Сергий Иванников. Московского патриархата. И он во время службы стал говорить проповедь. Благодарить Бога, что мой брат 40 лет как встанет. И снял с себя крест с украшениями и наградил его на него надел. Вот я такого не слыхал еще. Он приехал откуда-то, и у него это внезапно, видимо, пришло. И он сам себя снял и наградил. Ну да, я это тоже смотрел. Ну вот. Это не какая-то комедия. Это реально все. Ну и что, можно к вам приехать и покреститься? Конечно. Но только условия, что были, никакой бритву больше не брал. 7 июля будет крещение. Мы, если где живете, можем маршрутку выдать. Маршрутку, как доехать. Лучше всего, конечно, на своей машине. А если нет, то тут затруднения. Надо, чтобы кто-то поехал, повез и тут заплатить отдельно. К нам приезжали... Насколько дней там это все занимает и как это... Вот завтра встречать им это вы видели, что у нас тут приезжает сюда шахматов Алексей Викторович. Но интервью брать, да, еще кто-то, какой-то большой гость. Да, завтра они, значит, интервью будут брать полтора часа и просят сразу пресс-конференцию. Он за этим специально едет, чтобы встретиться нам. А я теперь, наши все молятся, чтобы... Как сказать-то, я еще вопросов ему назадавали-то, и люди недоброжелательные. Как лично к нему отвечать, или это для всех? Это два варианта. Ну, то есть можно там загодя приехать, ну, как бы согласовать это все, и вы можете там принять день до, день там, два дня до, два дня после пожить у вас, да? Да. Конечно, не курящие. Курящие даже на территорию деревни не заезжают. Нет, я не курю. Ну, вот и все. Бороду не трогать, бритву выбросить, не держать. Шнур себе отрежь куда-нибудь. С сегодняшнего дня, чтобы бороде не прикасался. Ах, вот это называл протопопа вакуум. Блудодейная ересь. Бритье бороды. Блудодейная ересь. И как начинают? А как вас жена к себе допускает? Все связано с этим делом. Даже мать родная и та поднялась против бороды. У нас приезжал один мусульманин. Мусульманин приезжал и принял крещение полное. Еврей. Кого у нас только тут не было. Так, ну я понял. С этим крещением все вопросы немножко забылись. А нет, это важный вопрос. А, я хотел еще по Матфею 21 глава уточнить. Если можете, прочитайте, пожалуйста. Особенно в конце там не совсем понятно. Я сейчас не смогу здесь открыть. Если можно, откройте, пожалуйста, Матфея 21. Хорошо. Сейчас откроется. Матфея 21. Так, подожди-ка. Матфея 21. Там ближе к концу. Все открыл. Какой стих? Ближе к концу вот там что-то. Если можно. Итак, когда придет хозяин виноградника. Что сделает он с этими виноградарами? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смертью, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не считали в Писании? Камень, который отвергли строители. Тот строитель, который сделан главой угла. Это от Господа и ездил на ващах наших. Поэтому, скажу я вам, что отнимется от вас царство Божие. И дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И слыша притчей его, первосвященники Парисей поняли, что он о них говорит. И старались схватить его. Но побоялись народа, потому что его посчитали за пророка. Все тут непонятно. Он пришел к еврейскому народу. А они его убили. И Господь отдал язычникам виноградник. То есть, вот этот мир, который окружает нас. Чтобы мы трудились над душами. Далее. Он крепкий камень. Кто упадет на камень, то есть, не может принять его, что он богочеловек. Второе лицо троицы. Не может решиться никак. Запнулся. Разобьется. А на кого он упадет, когда придет на облаках судить мир? Гневом своим. Того раздавит. Никаких исключений не будет. Все тут на месте. Вот у нас трехтомник. Видели? Трехтомник Нового Завета. И вот это полное толкование. Ничего особенного. Впервые за всю мировую историю вышло вместе с откровением толкование в одном издании. Да мало того, мы еще 240 иллюстраций вставили. Гюставо Доре. 230 и 10 там. Еще 297 комментариев. Видите, как вам? По 8 параметрам. Ну вот они не приняли, евреи-то. Вроде тоже христианство из Святой Земли как бы идет, да? И еврейские земли это. А почему они Иисуса-то Христа не приняли? Ведь все заветы захоронились. И колено Давидова, и времена тяжелые, и спаситель, и царь. А почему вот они его не приняли и все? Ожесточились. Стали ожидать Машеаха другого. И вместо Христа... Нет, нет. Все же сходилось. Все, все начертания, все сходились в Иисусе, а они почему-то его отвергли. Вот и грех. Грех помутил глаза. Злоба отнимает разум. Это Исидор Пелосиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И они стали подыскиваться под него. И рождение они там. То знаем, откуда пришел, а то не знаем, откуда. Они лгали. Вот в субботу нарушил, не от Бога этот человек. А он спрашивал их, в субботу творит добро или зло? Они молчали. И он с гневом воздалел на них, скорбя об ожесточении сердца их. Это Марка, третья глава, я цитирую. А почему? Причин много, много причин. Главное, это грех. Помутил глаза. Многие пришли, а иные ожесточились. Нет, ну как, они так ревностно кто-то относятся? Там все по буковке. Все у них там и все правильно. А как бы здесь все сходится, все параграфы, как говорится, и все равно не принимаем. Вот вы задаете вопрос-то не мне. Поезжайте в Израиль, поговорите с теми, которые сегодня его не принимают. И они ответят, почему я за них должен отмечать. Я знаю, злоба ослепила разум. Зависть написана. Пилат, говорит, знал, что предали его из зависти. Пилат знал, а они не знали. Вопрос непосредственно к тем евреям. Они их родственники. Вот ко мне привезли сюда еврея, показать, что он там в церковь ходил. Ну, не больше трех часов мы были вместе. И он принял Христа. Поехали мы в Москву через какой-то год, через год, наверное. И есть такая дача Переделкина, дача писателей. И там храм во имя митрополита Филиппа Колычева. И там он, я у него крестный, он крестился и стал священником в грузинской православной церкви, у патриарха Ильи II. Вот и все. Евреи. Вот говорят, евреи все захватили, надо бороться? Я говорю, надо, обязательно. А какое оружие? Любовь. Любовь. Вот он. Пускай через каждого священника один еврей сделает это православным священником. Ну, вот мусульмане все захватили. Пожалуйста, вот мусульманин приехал из Италии. Из Италии. И принял крещение, у нас все это заснято. И главное имя ему дали какое, которое в церкви не дается. Его в святцах нету. Пророк Ездра. Это единственный неукоряемый человек. И сколько он сделал, попы его не поканонизировали. Вот смотрите, что Ветхий Завет это он собрал. Он. Он штец и священник был. Дальше. Вывел народ из плена. Вместе с неями устроили всемирный развод. И на племенных жен отпустили. Дальше. Отстраивает город, храм, стены. И четыре, три книги его. Три книги у нас в Библии его. И он не канонизирован. Ездры нету. Но мы поговорили с батюшкой. Его назвали Ездрой. Этого мусульманина. Бывшего. Понял, понял. Еще один вопрос у меня, Игнатий Тихонович. По поводу пяти церквей я понял. Пять церквей. А вот вопрос у меня по армянской церкви. И по грузинской отдельно. По моей информации, по знаниям, что армяне все-таки в начале тысячелетия от Рождества Христова впадали в монофилистство и монофизистство ереси. Правда нет. И были ли они как бы раскаяны в этом вопросе? Это про армян отдельно. Ну а грузины, это православная грузинская церковь. Их не надо брать даже. Она ни на одной буквы не отличается от нас. Православная грузинская церковь. Это не грязные армяне. А эти, с ними когда говоришь, они говорят, от монофилистства в монофизистство давно мы отреклись, этого нету. И все. Все-таки было, да? Было? Было, да. Они Халкидонский собор не приняли, ушли. Так они на пять столетий раньше нас пришли в Христовую веру. И тоже крестят, как в чашка налита воды, а который священник руки в чашку опустит и мокрыми ладонями протирает лесу человеку. Ну какое это крещение-то? Слово крещение переводится погружением. Вот сейчас кончик говорит. Нет, раскаялись монофилисты, монофизисты. Официально я не знаю. Я с ними когда встречался, здесь есть, собирали нас, у них здесь есть храм святой Репсимии. А Репсимия это и наша святая, это еще до разделения она была убита. И поэтому, как сказать, они говорят, ничего у нас этого нет. Но, когда я был в Москве, у отца Кирилла, там два родных брата армяне, они принимали крещение в православной церкви, отошли от них. Но у нас нету канонического общения с армянами, да? Ну как нету? Вот приезжали они сюда, здесь в храме молятся официально, все. И евхаристического общения нет? Да, евхаристическое общение. А тогда было, патриарх, кажется, Пимен был, при нем приезжали, их принимают. А мне зачем туда идти? Я побыл, посмотрел и кое-что понравилось. Нет, я просто думал, что вы же много путешествовали, там проповедовали, миссионерствовали. Да. Может, думал, в Армении где-то были у вас по поводу этих знаний тоже какие-то? Были в Ириване, мои книги находятся, в Национальной библиотеке, 38 томов я подарил им. Мы были, в Севастинске, в Севастинске, в Озеро мы там искупались, и все это у нас заснято. Да, вот у них такое там считается. На днях тут один на меня вышел, ну, недовольный он, считай, и вот давай доказывать, ну, еще доказывать. Если нет, то и нет, я еще буду доказывать. Ну, если этого нет, то и доказывать не надо. И с этим связан тоже вопрос, вот, не помню, правда, Вселенский Собор, на котором-то разошлись окончательно католики и православные, то есть западные и восточные церкви. Помните, все епископы, все митрополиты со всех церквей, патриархи пятеро было, и московский же тоже там был митрополит. Вот я немножко вот этот момент чуть-чуть для себя никак не могу уяснить. Все-таки они решение вот этого синода, продавленного тогдашним папой и императором, принял московский патриарх. Понятно, что он потом приехал. С этого момента, когда он приехал уже в Москву, было все понятно. Его изгнали, решение его никто не исполнял, но все-таки он его принял или нет? Нет. Вот, он бежал. Вы я про Исидора говорите? Не помню сейчас имя точно. Вот это ни по полу Вселенского Собора не было. Седьмой Вселенский Собор был в 787 году, а это уже во втором тысячелетии. Ну да, были, это фактически пошел на унию он, но его никто тут и не принял. Вот, вот, пошел на унию московский или не пошел? Ну он один остался, убежал отсюда. Из заключения вырвался из камеры и удрал. Но там-то принял в Риме? Что он там принял? Фиаро-Фелентийскую унию во Флоренции принял или нет? Подписал? Ну он-то там подписал, его никто не принял. Это понятно, но подписал, да? Ну да, так его никто и не считает. Ли Горид? Вы о ком говорите, Исидоре или Ли Гориде? Имя не могу сказать, я сейчас говорю о Фиаро-Фелентийской унии, который Марк Ефесский, где Марк Ефесский не принял, уехал. И еще несколько армяне, по-моему, или грузины не приняли. Вот у меня по московскому вопрос. Нисколько, я даже не задумываюсь никогда об этом. Нас никто его не принял. Ну мне зачем там копать, когда он не принятый? Как говорит вы, в чужой любовь не приняли. То, что здесь не приняли, не исполняли, это понятно. Православные не приняли ничего. Совершенно ничего не приняли. И зачем мне там копаться? Меня это не касается. За это никто не требует. Что сегодня не хотят крестить правильно, это вот вопрос. Мы сегодня только тут рассуждали об этом. Тут зашли на меня так же вот по скайпу беседовать. Я понял. Да, страха Божия нету, можно все творить. И деток тоже можно взять с собой, да? Конечно. Даже желательно. Они отдохнут хоть здесь. А это там на Стане все у вас происходит, да? Или в Барнауле? В деревне, 150 километров отсюда. Где мы, православная деревня. Там именно... Там у нас озера и все есть. А я сейчас сижу в Барнауле. А Володя уже там. А что с лагерем-то? Какая история с лагерем? Ну, когда полиция-то уже нагрянула ночью, а мы провели тренировки, и дети бежали. И все это заснято. Они бегут, дети, в ночь, а впереди их стверкают молнии, и гроза идет. Ну, обвели их там дальше по дамбе провели. А полиция-то сидит рядом тут на машинах. Они дежурили круглосуточно. А уже по деревне их распределили, детей-то. А днем я собрал совет деревенский. И объявил. Меня еще не задевали даже. Объявил, что лагерь расформировывается навсегда. Абсолютно нет никакой возможности. Роспотребнадзор давит. Штрафы по 1-2 миллиона. А 1-1,5 миллиона. И за что? За что? Ну, нас видели в кастрюльке, сверху там, меньше ноготка, отбитая эмаль. Купили доску разделочную, а не из того материала. Ну, какие же это нарушения-то? Самое лучшее доказательство, что 45 лет уже в лагере, ни одного больного нет. Ни одного потерянного. Понятно. И так и задавили, получается, да? Нет, не задавили. Я сам расформировал. Только что был избран новый состав лагеря, ну, обслуга. И сразу все, расформировал всех. Детей разобрали. Все, а этих караулят у пустого лагеря. Они еще суток-двое стояли. Полиция. Посменно идут. Круглосуточно. А для чего? Им нужно было детей взять. Через детей родителей достать. И родители начали подбивать, чтобы на меня дали показания. Представьте. И ни один родитель не пошел на это. Ни один. То есть оговорить надо что-то с ребенком. Что уж там с ребенком, не знаю. Я им ребенка ни одного не дал. Даже одного слова не сказали. И поэтому лагерь не закрывали, не уничтожали. Я его сам расформировал ввиду невозможности продолжать его работу. А на том месте основал музей. Музей-комплекс для бедных лагерей. Понял. Игнатий Тихич, ну, у меня остался там один вопрос только. Я хочу сказать закончить-то. Но мы перешли в деревню, купили несколько домов, и теперь в домах вместе с родителями и к нам на Роспотребнадзор ничего не может сделать. А вы приехали ко мне в гости. Я вам отдельный домик даю, вы в нем живете. А, это уже из Астана в деревню переехали? Уже полностью из лагеря Астана. Это вот нынче будет третий год. И к нам приезжают, ну, в комнату уже ни один не заходит. Просто как у вас дела так? В лагере никого нет? Нет. Они посмотрят, там все заросло. Мы там все штукатурили, сделали музей. Все оформляем. Никак. Таких музеев нигде нету в мировой истории. Мы говорим, ну, и сделайте исключение-то. Надо горшки старые склеены там показать. А я говорю, дети, дети, тысячи детей подняли без помощи государства. Это что-то стоит? Ни одного больного. Ребенок приезжает, там 12-13 лет, наркоман законченный. Уезжает, он даже забыл, что курил. Ну, представьте, что услышали они где-то в Великобритании, из Лондона приезжает директор Кэстонского института. Ну, это у нее уже договор был. Доезжает до Останкина. Из Останкина дают ей сопровождающего. И к нам в эту потеряевку на навозную кучу приезжают. Ксения Деннен. Так она такую прекрасную статью написала. Восстановление рухнувшей мечты в сибирских степях. Или как-то вот так вот. Она так всем понравилась. Книги приобрела. Вот. У нас интересные такие моменты были. Понял, понял, Игнатий Тихонович. Понял. Что хочется сказать? Ну, поблагодарить хочется вас. У вас в этом году планы-то на миссионерские поездки какие-то есть? Или уже по здоровью тяжеловато? Не с чем ехать. Мы и так сделали. У меня вышли книги, тысячи экземпляров. Да только за эти поездки 650 городов и сел по подаренной библиотеке. И везде выступать приходилось. Знакомиться. 650. Представьте, вот с Владивостока до Лиссабона. Прибалтика и Скандинавии. Север прошли. И юг. Турция с той стороны. Такое никому не сделать больше. Это невозможно сделать. А мы подарили на 35 миллионов только рублей книг. Мои книги... Я видел, видел. Видел, слежу за вашей работой. А видели, как я посетил Венспилс, где я обратился? Венспилс не видел. А вы запишите себе. Называется ролик так. 52 года в пути. 52 года в пути. Записал. Венспилс. Венспилс. Латвия. Вот вы там увидите... Венспилс, Латвия. И вы найдете... До конца прослушайте только. Вы плакать будете. Еще ни одного не было. Кто бы смотрел и не плакал. Я пришел на то место, где обратился. А в это время я работал на корабле. И вот теперь я пришел туда, там ничего нет. А я приехал с дарами. Но все-таки там стоматологический центр какой-то. И я их там одарил книгами. А она испугалась там сторожиха. А вызвала полицию. Я говорю, нам как раз полиция и нужна. И все это заснято. Как полиция приезжает. Как я дарю книги. А книги там... Ну, представь, если только в Дании им были, все это осмотрели. Говорят, эти книги сразу передаем в эту... Королевскую библиотеку. Это чего стоит? Представь, 650 мест. Мы приходили незванные, нежданные. Мне надо было вызвать доверие к себе. Дальше доверие к книгам. Получить документ и быстренько уезжать. Мы в день проезжали в среднем по 1030 километров. В 10 вечера отбой, 2 часа подъем. И как мы дорогой, что надо было готовить, какие наши... Кто с чем занимается. Это нельзя сделать. Все было до грамма вымерено. Слежу, слежу, Игнатий Тихонов, слежу. А вот, кстати, вот начитанные и Библия, и Святые Отцы у вас на сайте. Я вот тоже слушаю. Ну, вообще по Библии, ну, или вообще это дело-то благоугодное? Или вот надо только читать? Или можно слушать и читать? Можно читать, а можно слушать. Если вы Библию некогда считать, вы ее зарядите, она стоит, кажется, на этом... На сайте. Во свете Библии не YouTube, а сайт. На нашем сайте. Да, да, я понял. Я все так и делаю. Да, да, да. Я все так и делаю. Но богоугодно ли это дело, чтобы слушать, а не читать? Может быть, Библию только читать надо? Да нет такого. Ну, один считает, а 20 человек сидят, слушают. Проповедник говорит, а все слушают. С чего ради-то нельзя-то? Как это так? Вы один... Просто святая цель читаю, когда святая цель читаешь или Библию, многое вот как-то мне не совсем понятно. А вот когда слушаю, почти все понятно. Ну, у меня один помогал, очень хороший программист, просто высочайшего класса. Но тогда не было программистов, он по магнитофонам и по-прощему где-то. Утром приходит, а я только насчитал Библию, Новый Завет дал. Гляжу, он такой, просто видно, что это, не досыпал. Я говорю, что, да, говорит, что, говорит, плакал, сидел. Я, говорит, оказывается, читал неправильно. А тут его так коснулось в насчитке. Вот, допустим, об отце Арсении книга есть такая. Я насчитываю. Вот сколько бы ни слушали, люди плачут. Почему? Потому что я читаю и плачу. Я на взрыв читаю. И там, когда я был, я не мог говорить. Я стоял на коленях и плакал. И кто бы там не слушает, кто? Баптисты, там, 50-ники бывают православные. Кто бы не слушал вот это 52 года в пути, вен сполз. И все точно так же прослезятся. Это передается даже в интернете. Знаете, Тихоник, а если вот близкий человек ушел от христианства, там, в сторону немножко, как в этой ситуации быть? Ну, надо молиться в первую очередь и узнать, в чем дело. Если он идет на контакт, побеседовать. Если он идет на контакт, призовите его вот сюда в скайп. Я приму вас. Я отвечу на его все вопросы. Можно, да? Конечно. Ну, видите, у вас как бы записывается, а так, чтобы не записывалось, нельзя сделать. Да, что прятать-то, когда речь идет о благовестии? Вы что, мужики? Нет, я-то ничего не стесняюсь. Я говорю о том, что человек тот может как бы на это не пойти. А это все-таки разное. Ну, не пойти не надо тогда. Я еще буду менять. Это у меня правило определенное. Таких людей, как он-то, сколько? И другие будут слушать. Что я на ветер буду говорить? А вопросы какие-то надо ему подготовить или что? Ну, а пусть мне разницы нету. Я-то не готовлюсь. Вопросы задавать легче, чем ответ давать. Понял. Понял. А вот если какой-то там человек как-то захочет какую-то помощь оказать или как-то поддержать ваше начинание, как это можно сделать? Да, я вам скину свои данные. У нас умерла сестра 42 года. Четверо детей остались. И там счет открыт. Вот пусть сюда и скинет. Я не нуждаюсь ни в чем. Поможет. А отец остался. Отец глухонемой, да не всегда на ногах стоит. И отдельно там написано, кто распоряжается этим. По благословению батюшки. После совета со мной. Нынешне надо было купить там кухонный комбайн, как называют. Все объявили, помолились. Деньги сняли. Один дает деньги, другие на машине. Поехали, отвезли, поставили. Дети подрастают, уже учатся в техникуме. Члены нашей общины. Вот кому надо помочь. Отправьте мне, пожалуйста. Я этому человеку передам. Я вам скину сразу. Здесь же в скайпе скину. Да, скиньте, пожалуйста. Я ему этому человеку передам. Да, передадите. Да, там указано, как перевести, как, что деньги. Я понял. Есть стопроцентная гарантия, что обмана нет никакого. Никакого. Это уже ваше дело, это не мое дело. Ну, я скажу вам, чтобы, если у кого-то есть сомнения, хоть на один процент, куда, уже мы не возьмем. Это ваше дело меня не касается. Ну, я все равно вам сказал, на будущее знали, чтобы. Если один процент у человека... Если бы я вас не знал, я бы вас не спрашивал. Ну, да. Ну, в любом случае, спасибо вам, что приняли, Игнатий Тихонович, что время потратили. Благодарю вас. Дай вам Бог здоровья. У нас говорят спасибо. 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 Спасибо, Христос, говорят, вместо спасибо. Спасибо, Христос. О, молодец. Как вас звать-то? Юрий? Юрий. Ну, что Юрий? Это вы знаете, землепашис переводится. Знаю. Это все равно, что Георгий. Крещеный по нему. Да. Ну, вот так готовьтесь. Я вам скину сейчас все данные, и вы сразу мне внизу напишите, что получил, и еще какой материал. Я крещение вам скину материал. Самый полный. Более полного материала в интернете нет. Это у меня книга к истинному православию. Я, надеюсь, 40 лет работал. Хорошо. Ну, все. С Богом. Спасибо вам. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Еще раз. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Аминь. Аминь.